добрый день меня слышно да видно слышно демонстрацию экрана делюсь с вами еще раз озвучить телесно ориентированная регуляция нейропсихосоматических процессов методами йога терапии немножко такое тяжеленькое название в общем то я думаю по ходу изложения моего все будет предельно понятно и так ключевое понятие которое сегодня мы будем рассматривать это психосоматические расстройства то есть я хочу перекинуть небольшой мостик от методов воздействия и физическое тела физические системы и органы все-таки к целостному рассмотрению холистическому подходу человека с точки зрения нейропсихосоматических процессов так как человек существо целостное интегрированное очень важно рассмотреть и другую сторону возникновения назологических единиц обливание это как называемый психосоматические расстройства тихо самотические расстройства могут проявляться в теле как соматические расстройства, но они, как правило, имеют психогенное происхождение, выливаются в различные заболевания, а могут представлять собой функциональные нарушения. Психосоматические в переводе с греческого, все мы это знаем, означают принадлежащие телу и души. Традиционно психосоматические заболевания относятся к группе психических расстройств, несмотря на то, что проявляются на физиологическом уровне. В настоящее время признано, что причины тех самых психосоматических проблем могут иметь социальные, психологические и поведенческие аспекты, а также физические и органические особенности. Каковы же причины психосоматических расстройств? Прежде всего, это могут быть генетические отклонения, то есть наследственный фактор мы не убираем в происхождении тех самых психосоматических расстройств. Если определенные проблемы были у предков, то, естественно, по принципу наследования могут проявиться и у потомков. Закон Менделя пока еще никто не отменял. Далее, какова причина? Это могут быть нерегулярные биологические состояния. Мы не можем исключать из поля зрения изменения метаболизма, глюкозы, уровень аминокислот, сыворотки, крови и так далее. И связано, конечно, это с влиянием стресса. Это могут быть травмы, жестокое обращение, частые болезни, страх, депрессия, гнев, чувство вины, незащищенность и другие сложные жизненные ситуации. Ну и когда человек находится длительное время, и ребенок, и взрослый в определенном окружении социальном, на него влияют и семейные обстоятельства. Если мы говорим о детях, это могут быть и отсутствия родителей, и поведение родителей по отношению к ребенку. Ну и говоря о взрослых, мы подразумеваем, конечно, прежде всего, трудности в отношении. Психосоматические расстройства традиционно делят на несколько групп. Если мы рассматриваем область клинической психологии, то наиболее распространенная классификация основана на развлечении, прежде всего, идеологии, то есть происхождении, идеологического фактора, содержания, смыслового содержания, ведущего симптома, который, как мы все знаем, симптомы складываются, синдромы, а синдромы мы квалифицируем уже с точки зрения фактора определенного, воздействующего на организм, и функциональная структура психосоматической силиазии. Первая группа – это конверсионное расстройство. В клинической психологии термин «конверсионное расстройство» был введен Зимбурным Фрейдом, и включает он в себя функциональные структурные нарушения, которые формируются на основании невротического конфликта, получающего вторичную соматическую переработку. Что получается? Когда человек попадает в неразрешимую жизненную ситуацию, у него возникает тот самый невротический конфликт, и пути выхода из этого конфликта человек, человеческое подсознание находит в теле, и проявляется это выпадением какой-то определенной функции. Это могут быть параличи, слепота, глухота, рвота. Очень часто в работе с детьми встречается, что когда ребенок не желает идти в психотравмирующую ситуацию, например, в школу или в детский коллектив, в детском саду, у него возникают повышения температуры постоянные, соматические заболевания, простудные заболевания, рвота. Это то самое конверсионное расстройство. И описывая это расстройство, Зигмунд Фрейд приводил пример солдат Первой мировой войны, у которых случались параличи, то есть отнимались ноги, отнимались двигательные функции из-за внутреннего конфликта, нежелания участвовать в военных действиях, страха, страха смерти и состоянии постоянной фрустрации. Второй вид психосоматических расстройств – это функциональные синдромы. Здесь нарушения возникают на уровне уже функций, но патофизиологические и структурные изменения в органах отсутствуют. И эти клинические проявления мозаичные, они могут проявляться по-разному. В одном случае, как сердечно-сосудистые симптомы, в другом, как дыхательные симптомы. Нарушение работы пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы. Человек, имея функциональный синдром, бесконечно ходит по врачам, получает результаты анализов, разнообразных параклинических исследований, и врачи у него не находят никаких органических поражений. Очень любят в медицине, в России все списывать, пишут обычно вегетососудистая дистония. Если мы видим диагноз вегетососудистой, дистония, можно предполагать как раз наличие того самого функционального синдрома у человека. Третий вид психосоматических расстройств – это собственно психосоматозы. То есть в эту группу входят истинные психосоматические расстройства, которые обусловлены психогенными факторами, и на этом уровне уже проявления мы видим на уровне физического тела. Если мы вспомним традиционную восточную медицину и учения об многослойном строении, о разных телах человека – физическом, эфирном, астральном, ментальном и так далее, то здесь мы можем провести параллель между тем, что сначала эти состояния формируются на уровне более тонких тел, а вот психосоматозы уже спускаются ниже, и эта информация, имея более грубую вибрацию, уже осуществляется на уровне физического тела. Что относят традиционно к психосоматозам? Это бронхиальная астма, язвенный колит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, первичная гипертензия, то есть это гипертония потенциальная, нейродермит, псориаз, высыпание, прыщи, угри и так далее, кожные проявления, ревматоидный артрит, язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки, ишемическую болезнь сердца тоже относят к этой категории, тиреотоксикоз – это проблема с щитовидной железой, ожирение, сахарный диабет второго типа. Ну и немножечко, несколько слов о психологических проблемах. Что вызывает эти заболевания? Бронхиальная астма, с точки зрения психосоматики, это эмоциональный стресс, когда человек буквально задыхается от обиды, человек не может высказать свои претензии, задыхается от обиды и, находясь постоянно вот в этом состоянии, тело реагирует возникновением бронхиальной астмы. Желудочно-кишечное заболевание, психологические факторы, это сильное беспокойство и страх, это, как правило, люди тревожные, люди перфекционисты, которые переживают за все, что происходит вокруг них, люди, которые испытывают потребность постоянно контролировать все и вся, ощущение ненадежности, боязнь принять будущие события из-за страха, невозможность переварить, в кавычках, случившиеся события. Причина возникновения артериальной гипертензии – это негативное эмоциональное состояние, частые стрессы, социальные факторы, такие как экономический статус и жизненные события. И мы из жизни знаем, что артериальной гипертензией часто страдают лидеры, люди, привыкшие добиваться определенного социального статуса, привыкшие все контролировать, и так называемая дислекситемия – это в клинической психологии люди, не умеющие выражать с помощью слов свои чувства и эмоции. Аллергия возникает у тех, кто отказывается принимать что-то в своей жизни, отрицает свою силу. Они могут не принимать себя, могут не принимать окружающие обстоятельства, но и изменить свое отношение к этим вещам не в состоянии. Кожные заболевания, я их перечислила, это чувство внутренней незащищенности, так как кожный покров предназначен для защиты внутренних органов от прямых внешних воздействий. Ревматоидный артрит – это у критиков, это когда у человека возникает крайне критическое отношение к проявлению силы, у человека возникает чувство, что на него взваливают слишком много. Болезни сердца, связанные с депрессией, постоянным беспокойством и стрессом. Терриотоксикоз – это проблема с щитовидной железой, базирующаяся на вытесненном подсознании гневе, который перекрывается страхом полноценной жизни, выражается в собственной неудовлетворенности. И мы знаем, что проблема с щитовидной железой после определенного возраста, где-то после 35-40 лет, в большей степени свойственна женщинам. То есть когда у женщины наступает определенный этап в жизни, когда дети уже выращены в основном, внимание женщины обращает на взаимосвязи со своим партнером, на связи с окружающей действительностью, возникают как раз вот эти состояния. Если женщина испытывает подсознательный гнев, подавляет его, а страх потерять партнера, изменить что-то в своей жизни слишком силен. То есть она остается в той же жизненной ситуации, ничего не меняя вокруг себя. Поздно мне менять, поздно коней на переправе менять. И, в общем-то, это проявляется в таком виде психосоматических заболеваний. Ожирение. Несколько причин. Подсознательное желание защититься от внешнего мира. Нехватка внимания. Иногда это заедание, волнение и стресса. Низкая самооценка. Тоже свойственно женщинам. Желание угодить партнеру. Часто возникает вследствие психологического или физического насилия. Это можно наблюдать у детей. Нежелание нравиться противоположному полу. То есть такой внутренний протест. А не надо мне никого. Я и одна проживу. Ну, это я про женщину в основном. Получение удовольствия. Похудение как смысл жизни. Чем больше сидит человек на диете, возводит в ранг смысл жизни, тем меньше результата. Это как раз является причиной ожирения. Сахарный диабет второго типа. Это тоже характерно для людей с повышенной тревожностью. Вот то, что я говорила о лекситиме. Неудовлетворенная потребность любви и заботи. То есть человеку горько, ему все время хочется сладкого, хочется сладости жизни. И, в общем-то, вот этот сахарный диабет возникает на фоне вот такого подсознательного, подсознательной потребности, того, чтобы его любили. Болезни почек. Это может быть и боль, и воспаление, и колики. Возникают у людей, которые часто в своей жизни терпели критику, разочарование. Возможно, были опозорены чем-то. Такие люди часто замыкаются в себе, живут собственными неудачами. За пределы вот этого своего мира, закрытого от окружающих, они не могут выйти. Выражается это в болезнях почек. Гинекологические заболевания разнообразные. Начиная от эрозии, молочницы, воспаления матки, инфекционных заболеваний. Ну, это женские заболевания. Женщина не принимает что-либо в себя, либо неудовлетворительное отношение с мужчиной, либо отрицание мужчин в принципе. Но в образовании кисты опухоли, в том числе и злокачественные. Многое об этом писалось, говорилось, мы об этом большинство людей знают. Это удержание в себе старых обид и потрясений, чувство мести, за которое буквально пожирает тело. То есть когда человек не прощает другого человека, или какие-то не отпускает жизненные ситуации, он создает себе так называемый блок в энергии, после которого этот блок перерастает в доброкачественную опухоль, которая затем позлокачествляется. И какова общая схема возникновения ими тех самых психосоматических расстройств? Ну, во-первых, этом должно быть наличие физиологической предрасположенности к нарушению работы определенного органа, органа-мишени. То есть где слаб, где только там рвется, где слабое место, там и проявится. Это обусловлено и генетически, обусловлено и социально вследствие жизни человека, его образа жизни, его мышления и так далее. Внешний стрессовый фактор приводит к накоплению аффективного напряжения. Это напряжение активизирует вегетативную нервную систему и вызывает нейроэндокринные сдвиги. Вследствие этого искажается скорость целенаправленности нейрогуморальной передачи и возникает расстройство кровоснабжения, а зачем нарушается работа определенного органа. На ранних стадиях изменения эти носят обратимый характер, а при продолжительном систематическом воздействии возникает как раз та самая третья группа психосоматозов, о которой я говорила. И поражение становится органическим, то есть происходит изменение ткани. Данные о распространенности психосоматических расстройств неточны. Эпидемиологические показатели варьируются от 0,5% до 66%. Но в общем-то 66% это больше половины. Это довольно-таки высокая цифра, которая и вызывает озабоченность, и объясняет актуальность возникновения науки психосоматики в последнее время, которая очень активно разрабатывается. И в многочисленных зарубежных, и в отечественных исследованиях, уже даже на уровне официальной науки, исследуется именно взаимосвязь психических и телесных процессов. И вот когда я заглавила свое выступление, я ввела такой термин, даже не ввела, повторила, Занна Владимировна Семенович, нейропсихосоматическая система. То есть организм – это нейросистема, связанная с деятельностью человека, и главный орган в этой системе – мозг. Психо отражает психическую деятельность человека, опять же, психотехической стороной управляет головной мозг. И соматическое, телесное, включающее само существование человека, что управляется именно психической деятельностью и деятельностью мозга. И поэтому сбой, задержки, искажения в развитии каждой из этих грани влекут за собой дезинтеграцию или перестройку всей системы, либо в предболезненном, препатологическом варианте, или в патологическом, уже нозологическом, болезненном варианте. И восточно-телесно-ориентированные методы регуляции психосоматических расстройств включают многие подходы, в том числе и тхатха-йогу, о которой сегодня хочу вам сказать несколько слов. Так как у нас во главе всего стоит головной мозг, я коротко хотела бы рассмотреть структурно-функциональную модель головного мозга. Для того, чтобы было понятно, на что конкретно воздействуют методы йога-терапии. Итак, первый функциональный блок. Блок выделен Александром Равровановичу Лурия, это основоположник нейропсихологии. Это первый функциональный блок мозга, который включает в себя ствол мозга. Вот здесь выделен он более темным цветом. Типичекулярную формацию, зона ее основного распространения, генцефальные отделы, лимбическую систему, которая отвечает за эмоции человека и регулирует эмоциональное проявление, медиабазальные отделы коры лобных и височных дали. Медиабазальные – это то, что находится внутри, под корой и в середине. То есть то, что снаружи мы не можем видеть вооруженным глазом. С точки зрения строения в антогенезе, в развитии ребенка и человека, это фундамент дома. И закладывается первый функциональный блок мозга во время беременности, родов и первого года жизни ребенка. Все, что происходит с мамой во время беременности, психотравмы, болезни, лекарства, откладывает свой отпечаток на этот фундамент, либо он будет устойчивым, либо в нем появятся дыры. Поэтому очень важно сопровождение беременности женщин, правильные роды и, в общем-то, хорошая наследственность. Каковы функции этого первого блока? Ну, в первую очередь, это энергетический блок, по выражению Александра Романовича Лурия, это энергетизация мозга. То есть если плохо функционирует первый энергетический блок, то у человека нет сил на осуществление каких-либо других видов деятельности мозга и всего организма в целом. Это своеобразное реле, где присвоит переключение всей иннервации от мозга к телу и центральный орган для гормонального контроля. Помните о нейроэндокринных сдвигах, я уже говорила, за организмом, так как именно здесь локализованы биохимические центры управления организмом и сосредоточены управление всеми витальными функциями, это дыхание, ритмическая организация и так далее. В состоянии иммунной системы организма связан этот блок с регуляцией базовых эмоций и аффектов. То есть первый блок – это фундамент. Если мы коррегируем с помощью телесно-ориентированных методов первый блок, то мы, в общем-то, исправляем все на уровне подсознания и даем людям возможность дальше осуществлять собственную деятельность, поддерживая иммунитет, насыщаем его энергией. Метафорический девиз первого функционального блока мозга – «Я хочу» – это витальные потребности. В чем проявляются дисфункции? Это и утомляемость в сочетании либо с лялостью, либо с гиперактивностью, истощаемостью, эмоциональная неуравновешенность, аллергия, проблемы с дыханием, дыханием проверкностное, чаще ротового типа, различные лорозаболевания, гипогипертонус мышц, двигательная неловкость, синкинезии, то есть содружественные движения. Например, когда ребенок начинает писать, движет языком во время письма, ну, в общем-то, это как вариант нормы рассматривается при начальных этапах обучения. Очень плохой почерк, тики навязчивого движения, патологически привычные действия. Второй функциональный блок мозга – это блок приема, переработки и хранения информации. Включает в себя центральные части основных анализаторных систем, зрительный, слуховой, кожно-киноэстетической и корковые зоны этих систем, расположенных в затылочных, теменных и височных долях мозга. Это стены дома. То есть если дырявый был фундамент, первый энергетический блок, то на этом фундаменте эти стены будут проседать, выпирать, плыть. Формировается этот блок у детей от года до семи лет, это школьное детство. И все, чему родители ребенка учат в этом возрасте – это укрепление стен. А если эти стены уже деформированы изначально, ребенок с удовольствием делает то, что получается. Родители еще и поддерживают это, развивают больше, опираются на то, что у него получается. В общем-то, не прикладывает особо никаких усилий, поэтому еще идет больше деформация. Каковы функции? Височные отделы обеспечивают слухоречевые функции. Правое полушарие – это невербальный слух, левое полушарие – речевой слух. Теменные структуры обеспечивают тактильные кинестетические функции, тонкий праксис. Правое полушарие – это ощущение тела в целом, левое – это кинестетическое, то есть тоже через ощущение восприятия внешних стимулов. И основная черта второго функционального блока – это персонально-техническая сторона любой деятельности. Этот форический девизов этого блока является «я могу, делаю, не задумываясь». Это уровень автоматизма по персонально-технической возможности. Дисфункции – бедность, однотипность движений в пространстве, недостаточная координация, неловкость. Несформированность зрительно-моторной координации из-за того, что нарушено ощущение собственного тела. Недостаточность пространственно-временных представлений, памяти, речи, письма из-за того, что плохо перерабатывается информация от анализаторов. Это филематические, артикультурные, зрительно-пространственные нарушения. Ну и третий функциональный блок мозга – это… Он представлен префронтальными, так называемыми, лобными отделами головного мозга. Для этого блока характерно то, что он формируется, ну, по данным 20-летней давности, 30-летней давности, 15-16 годам. Ну, так как в последнее время молодое поколение учится до 21 года, то вот это… Студенты, дети сидят на обеспечении у родителей, многие-многие их учат. Раньше, в 15-16 лет, ребенок уже был не ребенок и шел работать. Различные рабфаки были, профессиональные технические училища, и ребенок уже приступал к взрослой жизни. Функции этого блока вытекают из того, что я сказала. Это программирование, целеполагание, контроль за протеканием собственной деятельности. Это правила, лоб – это правила, накопление правил и алгоритмов. Программирование и контроль – это количество накопления системы правил. И девиз методологического блока – я должен. И если мы говорим о лобном синдроме, то есть для развития дисфункции – это программирование контроля, который недоразвит. У детей он дефицитом проявляется в учебной деятельности, проявляются проблемы в серийной динамической организации движения и действий у взрослых и детей, нарушается практическая деятельность речи по типу апроксии, афазии. И развитие моторики, связанной фразовой речи у детей. Итак, кратко перечислю те методы йога-терапии, которые я использую для воздействия прежде всего на первый функциональный энергетический блок у взрослых и у детей, когда работаю с ними в процессе комплексной коррекции. Дыхательные техники. В дыхательной технике есть еще такое название отдельное – пранаяма в йога-терапии. И, в общем-то, включает в себя, я думаю, что вчера Андрей Лобанов подробно говорил тоже о йога-терапии. И поэтому я кратко напомню, что включает четыре способа дыхания. Дыхание – верхнереберное, грудное дыхание, грудобрюшное, нижнее дыхание, полное дыхание. И как раз здесь основной акцент я делаю на развитии носового дыхания. Почему? Потому что носовое дыхание физиологично. Ртом, через рот мы принимаем пищу, либо обмениваемся информацией. А дышим мы носом. И как раз вот здесь, как пример, я одну из практик привела на дисадхана – это переменное дыхание без пауз. Очищающее дыхание, как раз вот капалабхатия, очищение черепа, очищение фронтальной, лобной части мозга, которая отвечает за программирование, позволяет стабилизировать процесс регуляции контроля. Это развитие дыхания с участием диафрагмы. И, в общем-то, абдоминальное, диафрагмальное дыхание является основным для начальных этапов. То есть обучение этому дыханию идет на начальных этапах. Осуществляется оно за счет ритмического дыхания, так как ритм подчинено всего Вселенной, в том числе и наш организм. И осуществляется под ритмом 4-2-4-2. И релаксационное упражнение оно обеспечивает не только насыщение кровью кислородом, но и способствует выработке правильного дыхания. Абдоминальное диафрагмальное дыхание работает с диафрагмой. То, о чем уже говорилось неоднократно. То есть в процессе вдоха диафрагма поднимает, раздувается живот, диафрагма опускается очень низко, массируя и выталкивая из лежащей внутренности. И на выдохе диафрагма поднимается. Второй метод – это массаж и самомассаж усиливает отток венозной крови и лимфы, помогает восстанавливать систему организма после интенсивных физических и эмоциональных нагрузок. Обязательно включается в систему работы глазодвигательные упражнения. Почему? Потому что они развивают нишполушарные взаимодействия и повышают как раз энергетизацию организмов, включая структуры мозга, которые контролируют мышление, речь и поведение, то есть лобные структуры. Четвертое – это мудры, йога пальцев рук, способ создания энергетической конфигурации. Что они делают? Они стимулируют мозг в зоне центральных изменений правого и левого больших полушарий, базовых для мануальной речевой экспрессии, то есть для двигательных и речевых систем. Леночка, соединяя пальцы в определенных комбинациях, можно оптимизировать медианы, направить энергию по всему телу, восстановить поток энергии и устранить поломки в определенных органах. Асаны – это определенные положения тела, которые осуществляются наравне с сознанием и дыханием и не имеют ничего общего с физическими упражнениями и гимнастикой. И, конечно, релаксация является эффективным инструментом коррекции всех функциональных блоков мозга, потому что устраняет патологические гидные остановки, мышечные зажимы, может быть произвольной или непроизвольной. Расслабляется тело и сверху вниз, от лица к шее, к плече, к плечам, спине, груди, животу, ногам, пока не расслабится все тело. И эффект релаксации осуществляется в процессе генерализации. Генерализация, то есть полное расслабление, то есть не систематические занятия, релаксации ничего не дадут. И кинезологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарные взаимодействия. Вот я сейчас их пролистываю. Методы психомоторной коллекции, коллекции, включающие телесно-ориентированные восточные психотехники, формируются на самокатное обеспечение всех психических функций. И так как у нас мозговая организация единая, они гармонизируют нервно-соединительные тканные взаимодействия, активируют общий энергетический, эмоциональный, тонический статус человека. И помогают устранять психосоматические расстройства естественными, небедико-ментозными методами. На этом я заканчиваю свое выступление. Будьте здоровы. Благодарю за внимание. Спасибо, Леночка. Получается, ты прям, знаешь, на такой серьезный теоретический уровень перевела всю йогу. Поэтому я думаю, что это надо издавать, потому что материал очень хороший. И я думаю, что те, кто практикуют, им это было очень полезно. Так, ну что ж, благодарю. Продолжение следует...